Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 марта, день Тарасия Кумошника, день назван в честь святого отца Тарасия. Он был противником иконоборства, упражняясь в духовных подвигах, сделался ангелом во плоти, пламенея духом ревностно, работая пред Господом, подчиняя свою плод духу и умиршлением ее, достигая непорочной чистоты, которой обличены ангелы. Велико было его пощение и неустанная бодрость. Немногие часы он уделял на сон, по целым ночам пребывая в молитвах и размышлениях. Отец Тарасии прославился тем, что мало спал, поэтому его называли Тарасом Бессонным. Существовало поверье, что он помогает избавиться от особой лихорадки, которую звали Кумоха. Эта болезнь представлялась в виде злобной старухи, которая ночью проникала в избы и вместе с дыханием проникала в спящих людей, вызывая лихорадку. Поэтому с этого дня старались не ложиться спать в дневное время. Говорили, кто спит под вечером на Тарасе, тот наспит лихорадку. Не рекомендовали в этот день смотреть в окна. Считалось, что через взгляд можно было кумоху подцепить. Приметы. Если у месяца рога крутые, жди мороза. Если на Тарасе выпадает снег перед Пасхой, неделя будет дождливой и холодной. Если сегодня найти старую шкуру, выползок, сброшенную змеей, то ее нужно было носить с собой, как защиту от тяжелых болезней. Если положить больного человека в медвежью шкуру и окурить смолой, он поправится. При этом хорошо помолиться святому Тарасю и выпить святой воды. Если дверь сегодня неожиданно с петель сорвалась, это к беде. Если сегодня капусту и помидору высадить, можно получить хороший урожай. Пятые лунные сутки Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них.